Всем привет, всем салем, дорогие мои! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас снова обзор квартир в Москве. Напоминаю, что формат видео будет вертикальный. Если кому-то не нравится, пишите в комментариях. Если все хорошо, то ничего не пишите. Сегодня мы будем смотреть с вами двухкомнатные квартиры. Посмотрим, как они выглядят, сколько денег просят, и готовы ли вы снимать такие квартиры, тоже не забывайте делиться своим мнением обязательно. Мне это очень важно. Ну, давайте поменьше воды и сразу к делу. Итак, дорогие мои зрители, начинаем с первой квартиры, так сказать, первого лота. Сейчас вы видите квартиры, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. Если что-то пропустите, переходите на канал, посмотрите. И первая квартира сверху, это вот эта самая двушечка, которой мы начнем, так сказать, ее обсуждение сейчас. Итак, смотрим, дорогие мои. 50 тысяч рублей в месяц стоит двушечка. На мой взгляд, это даже вполне оптимальный вариант, такой бюджетненький на данный момент. В Москве вообще цены взлетели на недвижимость, так что давайте не будем это обсуждать. Все и так прекрасно это знают. 43 квадрата, я бы не сказал, что двушечка достаточно большая, 43 это хорошая однушечка такая, но мы сейчас все посмотрим, все обсудим. Первый этаж четырехэтажки, значит, это что-то связанное с хрущевками, возможно. Я могу ошибаться, но посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Где находится квартира и что там в описании, мы оставляем, как всегда, на потом и начинаем наше обсуждение замечательных фотографий. Ради них мы сюда и пришли, так сказать. Сразу хочется отметить вот этот замечательный, красивый ковер на полу. Я буду его так вот отмечать, чтобы вы понимали, о чем я говорю, дорогие мои. Ковер действительно очень пестрый. Вообще такие пестрые, яркие цвета я сейчас замечаю. Прям в глазах рябит. И посмотрите, какой ковер, какой он, да, функцию какую несет. Во-первых, это хорошо ковер иметь в квартире все-таки. Когда вы встаете рано утром, холодный зимний, так сказать, денечек, ножки сразу, так сказать, наступают на что-то мягкое и такое приятное. Но я предпочитаю все-таки ковролин, а не ковры. Если ковры, то только не такого фасона советского, а что-то светлое. Вообще, если там квартира достаточно светлая, обои, потолки светлые, какая-нибудь там гарнитура светлая, то темные ковры, они съедают свет. Так что мне не нравятся вот такие вот, сказать, предметы интерьера. Здесь у нас, нас встречает здесь еще и кровать. Вот посмотрите, как она выполнена. Ее стиль. То есть это треугольник такой, небольшой, непонятный. Ну ладно, кусочек кровати обсуждать нет смысла, потому что ее не видно. С правой стороны у нас шкаф достаточно такого массивного характера, без внешних зеркал. Но мы видим с вами интересную такую, интересную, как бы вам сказать там, интересное решение. Решение проблемы, когда, допустим, вы рано утром встаете на работу, вам срочно нужно одеться. И чтобы не скрипели ваши двери в шкафу и вы не разбудили соседей, ведь это все-таки двушечка, один вы там навряд ли будете жить, вам нужно, и чтобы ваша вот эта вот спецодежда висела сразу вот прям перед глазами. Вы встали, оделись и пошли. Поэтому здесь компактненько висит какая-то блузочка. Не знаю, что за размер, S-ка, M-ка. Но в любом случае интересный фасон. Интересный фасон мне абсолютно не нравится. И напротив мы видим, конечно же, какую-то висячую курточку. Вот с этой стороны. Вообще, есть большой шкаф, но, видимо, там уже не помещаются шмотки. Поэтому надо их везде развесить. Интересное, кстати, такое, знаете, решение проблемы. Куда же деть свои монахки? Ну, ладно, не об этом сейчас речь, а о том, что напротив нашего взора, так сказать, стоит кресло-диван. Вообще, я спал на таком несколько лет. Я представляю, что такое спать на кресло-диване. У меня он назывался саркофаг. В саркофаге я спал, так сказать. Кресло-диван. В принципе, неплохо. Неплохо, но он сюда абсолютно не подходит. Мы видим прям посередине стены розетку. Надо было ее повыше чуть-чуть поставить. Тогда был бы вообще полный трэш. Ну, и также стоит парта посередине комнаты. То есть вы ее никак не обойдете. Вы будете перепрыгивать там, потому что дверь и выход куда-то. Может быть, это запасной выход, чтобы сбежать отсюда. Вот до туда надо еще добраться и, так сказать, не расшибить свою ногу об углы этой парты. Если вы планировали открыть свой офис в квартире, то берите, пожалуйста, эскиз, берите такой шаблон, ставьте парту посередине комнаты и офис вам будет обеспечен. Достаточно удобно. Вот, к примеру, да, вы даже не раз не складывая свой диван, на котором спали, встали, сели сразу за парту и принимаете людей в своем офисе. Достаточно компактненько. Ну, и под ним такой вот удлинитель современный, кнопочка такая красненькая горит. Очень удобно, допустим, поставить ноутбук, поставить чайник, поставить на зарядку свой гаджет. Сверху, как вы заметили, две лампы горят. В принципе, неплохо. Хотя бы что-то в этой квартирке, в этой комнатке горит. Да, придает, так сказать, уюта обстановке. Ну, полный трэш, честно скажу. Ну, здесь нам показывают ракурс с другой стороны, то есть со стороны вот этой как раз белой двери. Мы видим, что нас встречает вот такая вот стоечка гладильная, утюг есть, шторки такие, ну, нейтрального характера, синие. Неплохие, я бы сказал, но они сюда не подходят по цвету. Но зато нас встречает вот такая вот кровать, или это что? Да, это кровать. Кусочек, то есть там спит ваша бабушка, и вот через дорогу, точнее через парту спите вы. Вполне удобно. И здесь проход на кухню. На кухню, я думаю, фотографии кухни мы увидим сегодня. Я надеюсь, все-таки, знаете, хочется понять, куда ты заезжаешь. Шкаф стоит не к месту, как я уже сказал, вот этот трэш стоит не к месту. Я бы его вообще отсюда убрал и сделал какой-нибудь другой совсем. Либо шкаф поставил другой, либо, не знаю, там рейл поставил бы с вещами. Это кухня, дорогие мои. Посмотрите, на кухне тоже лежит такой палас, ковер, не знаю, что это. Похоже, знаете, вот на те ковры, которые ставят перед входной дверью. Когда люди ноги вытирают перед тем, как перешагнуть порог. Вот чем-то это напоминает. Но это кошмар, это ужасно. Представьте, что вы готовите, и весь жир со сковородки иногда капает на пол. Поэтому на кухне лучше всего класть плитку. Плитка это самый оптимальный вариант, потому что ее легче отмыть. Потому что она более устойчивая к разным красным выпадам. Допустим, вы сковородку уронили, но этому ковру будет хана, если вы уроните, допустим, суп. А на плитке вы быстро все отмоете. Поэтому вот это, конечно, не особо хороший вариант. Мы видим такой стул интересный со стеклянной спинкой. Стол достаточно миниатюрный. И там с левой стороны, сейчас я релочку так укажу, вы видите холодильник. На подоконнике коробки стоят. Батарея, кстати, достаточно старая. Не заменяли. И непонятно отсюда, пластиковые окна или нет. На мой взгляд, нет. Если форточка такого характера сверху, то я думаю, что это не пластиковые окна. Шторы ужасные. Их вообще сюда не надо было вешать. Не понимаю, зачем на кухню вешают такие шторы. Стиральная машина, видимо, она не поместилась в санузле, в ванной. Ее поставили сюда. Тоже вполне возможно. Хотя это двушка, ребят. Это двушка. То есть, на мой взгляд, в двухкомнатной квартире санузел должен быть немного пошире. И там должно быть место для стиралки. Но промолчим, так сказать. На стиральной машине поместили вот такую микроволновую печь. Это, в принципе, неплохо, на мой взгляд. Рулон, он с бумагой есть. Есть какая-то еще штучка, дрючка на шкафу. И мы отсюда не видим плиту. Сейчас посмотрим. Следующую, да, посмотрим фотографию. Нет, плита все-таки не умещается у нас здесь. Но я вижу отсюда, что она на газу. Газовая плита. Ну, в принципе, неплохо, на мой взгляд. Хорошо, что вообще есть, знаете. Есть такие квартиры, которые сдаются с плитами 30-х годов. Знаете, с такой вот духовкой. Вот. А здесь, слава богу, все вроде более-менее современно. Мы видим карнитур кухонный. Обычный, стандартный, коричневые дверки. Ничего нового. Здесь я вам не скажу. Фильтр стоит. Вот такая раковина на углу. Кран достаточно интересной формы. Мне нравится высокий кран. Это хорошо помещается. Кастрюля, чтобы помыть из сковородка. Когда низкий кран, то неудобно. Плитка, как вы видите, старая. Плитку нужно заменить, дорогие мои. Ну, а так, много достаточно места рабочего. Рабочей поверхности. Вот здесь вот рабочая поверхность. Вот здесь рабочая поверхность. То есть, есть где готовить. На мой взгляд, это хорошо. Но вот самое, что мне не нравится, это вот этот вот ковролин весь огромный. Этот ковер, я бы его отсюда убрал. Мы сейчас тут ни к чему. Здесь должна быть плитка, дорогие мои. Санузел, ванна. Смотрите, это совмещенный санузел. Обратите внимание, в двухкомнатной квартире стоит какое-то ведро. Какая-то миска. Да? Или что это? Ну, это два ведра таких металлических. О, скол. Обратите внимание, скол на плитке на полу. Вот, кстати, вот сюда бы как раз вот этот ковер бы и постелить с кухни-то. Вот сюда бы, чтобы скрыть вот этот трэш. Потому что вот я, допустим, схожу в душ, наступлю и пораню свою белоснежную ногу. То есть, будет кровище налево-направо христать. Срочно нужно сюда постелить ковер. Они постелили тряпку на пол. Не, ну слушайте, это тоже вполне нормальный такой выход из положения. Но они как-то ее постелили правее. Да? Вы видите, тряпочка здесь, а должна лежать вот здесь. Ну, ничего страшного. Простим мы этот косяк, дорогие мои. Ванна новая, я вижу. Плитка хорошая. У меня, кстати, где я сейчас живу, почти такая же плитка. Мне нравится. Чистенькая, приятная, светлая, уютная. Раковина с шкафчиком под ним. Это хороший вариант, на мой взгляд. Когда есть шкафчики под раковиной, вот такой гарнитур, то все трубы, их не видно. И это более эстетично выглядит. Интересно. Хорошая раковина, ничего не скажу. Есть и мыльница, и какая-то там тряпочка лежит. Зеркало с такой подставочкой. Ну, зеркало, зеркало я люблю. Либо они с подсветкой, как современные сейчас. Да, вы включаете подсветку и видите каждый свой прыщик. Либо зеркало с полочками. То есть, вы открываете за зеркалом полочки. Это экономия, как сказать, лишнего пространства. То есть, вы можете за зеркало все положить, все, что нужно, не засоряя вокруг своими вещами, да, пространство. Вот за зеркалом нужно пользоваться вот этим вот местом. Просто зеркало вешать, это не экономично, на мой взгляд. В плане пространства, использования пространства. Унитаз закрыт, я его не прокомментирую, но он чистый. Это хорошо. Ну, нормальный санузел, я не скажу ничего такого. Входная дверь, входная локация. Посмотрите, у нас здесь деревянная, значит, дверь с этой стороны, изнутренней. У нас здесь есть вешалочки с крючочками. Все вполне нормально. Ну и, конечно, вас встречает металлический совок а-ля 90-е. Снизу у нас линолеум старый. Сверху у нас какие-то провода. Вот здесь вот, обратите внимание, провода. Здесь какая-то штучка висит непонятная, непонятная вообще. Справа счетчики. Вот это вот, конечно, кошмар. Вот тут я вижу, и меня бросает в дрожь от того, как это все выглядит, как это все... Я не знаю, как подобрать это слово, подберите сами за место меня. Ну, так не должно быть в квартире. Тут торчащее все, кричащее. Ну и снизу, дорогие мои, опять распродажа обуви, как и в прошлом моем выпуске. Вы можете что-то себе подобрать, своим детям, так сказать, на зиму ботиночки-то. И, так сказать, унести, да? Унести. Это была последняя фотография, ребят. Это была последняя фотография. Что думаете, пишите в комментариях. А мы пока займемся описанием, дорогие мои. Это метро Солнцево. 10-15 минут. Сейчас мы посмотрим, где метро, а где квартира. Вот, вы видите, замечательно, да? Все сами. Вот это метро. Вот здесь квартирка находится. Ну, идти через дорогу, через Боровское шоссе. Но не страшно, я думаю. Все нормально. Все умеют дороги переходить. 10-15 минут от метро. Сейчас замечательно. Вам не нужно тратить деньги на автобус и на трамвай. Дальше идем, дорогие мои. Квартира. Количество комнат две. Мы с вами увидели, по-моему, только одну комнату. Вторую нам не показали. Если мне не изменяет память. Мы увидели кухню и одну комнату. А где вторая-то? Слушайте, что-то мне уже не нравятся такие описания. Количество комнат две. Площадь 43, 6. Кухня, жилая, бла-бла-бла. Косметический ремонт. Сомещенный санузел. Заметьте, что это первый этаж, дорогие мои. Все любят первый этаж. Условия аренды. Залог полмесяца платите. Напоминаю, 50 тысяч за целый месяц. Значит, 25 вы платите залог. И еще 25 комиссии. То есть, всего вы заплатите 100 тысяч, чтобы въехать в эту квартиру. На мой взгляд, это неплохо. В современном мире двушечка. Но вторую комнату вы не увидите. Может быть, она заколочена гвоздями. И вы туда никогда не попадете. Поэтому, конечно, все вопросы нужно решать уже по телефону. Оплачивается по счетчикам. Ну, счетчики оплачиваются отдельно. А коммуналка включена в платеж. Поэтому замечательно. Рассчитано на 4 людей. Гостей. Можно с детьми. С животными нельзя и курить тоже нельзя. Поэтому бросайте свои плохие привычки, дорогие мои зрители. На длительный срок сдается двухкомна квартира у станции МЦД Солнечная. Квартира с мебелью, техникой. Дополнительно оплачиваются счетчики. Это понятно. И рассмотрят семью. Можно с детьми. Вот это, конечно, уже такие прихоти, так сказать, собственника. То есть, только семейным. Если вы одиночка или если вы с подругой или с другом, шиш вам с маслом, а не эту квартиру вы получите, дорогие мои. Но как вам? Пишите в комментариях, как вам эта квартира. Год постройки 1960. Ну, понятно, что хрущевочек, скорее всего, да? Такая небольшая, небольшой дом. Как вам квартирка? Пишите. Мы перейдем пока ко второй, ко второму лоту, так сказать. Итак, дорогие мои зрители, мы переходим ко второму лоту. И выглядит квартирка вот так. Давайте смотреть скорее картинки, фотографии. Божь, ради этого сюда и пришли. 56 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира, 54 квадрата. О, она побольше, чем предыдущая. Это уже хорошо. Значит, есть где разгуляться, как говорится. Первый этаж. Снова мы попадаем на первый этаж 17-этажного дома. Представляете себе, какой высокий дом? Это точно не хрущевка. И вы будете жить на первом этаже. Квартира будет возле лифта. Вы будете слышать и знать каждого соседа. На мой взгляд, это интересно. Метро Митина. Это хорошая западная веточка в Москве. Там, говорят, свежий воздух везде. И вообще хорошая инфраструктура. Ну, не знаю. Посмотрим попозже, где находится квартира. Сейчас давайте смотреть фотографии. Первая фотография. И нам показывают подъезд. Первый этаж подъезда. Вы видите, что здесь есть специальные такие, как сказать, ну, вы понимаете, да, чтобы коляску поднять и тому подобное. Сейчас вспомню, не вспомню, не буду на этом концентрироваться. С левой стороны два лифта. Скорее всего, один грузовой. Сейчас я его отмечу. Вот этот грузовой. А это пассажирский обычный. Да. И наша квартира находится вот здесь. То есть, ой, так, где моя стрелочка? Вот здесь находится квартира. То есть, далеко ходить не надо. В принципе, зашли в подъезд и вот, пожалуйста, раздевайтесь. Кушать подано. Следующая фотография. Мы уже внутри квартиры, дорогие мои. Конечно, что хочется заметить. Опять желто-оранжевый ковер. Ковры нас сегодня преследуют, словно. Выглядит он достаточно поношенным, да? Вы видите. Цвет такой, в принципе, не ахти. И я не думаю, что он прям новый, нулевый. Я могу ошибаться. Но мне не нравится расцветка. Все какое-то оранжевое. С левой стороны тумба. Тумба, да? Очень приятная, на мой взгляд. С тремя ящичками. Верхний ящик раньше закрывался. Как вы заметите, на верхнем ящичке раньше был замок. Но его, видимо, оторвали. Где замок? Без замка снимать квартиру отказываюсь. Мало ли, мои вещи кто-то захочет забрать. Разарядку для моего телефона. Мы видим замечательную розеточку с этой стороны, да? Она что-то плохо себя чувствует. Немножечко кривовато. Но не страшно, знаете? Самое главное, что тут белые стены, белый потолок. И, конечно же, вот такая современная люстра. Да, обратите внимание, хрустальная, наверное. Поэтому такие деньги большие берут за эту двушечку. Но давайте пройдемте дальше. Это вот диван такой Г-образной формы. Я вот всегда говорю, что это Г-образная форма. Мне нравятся такие диваны. Потому что с одной стороны ты приходишь с работки, да? И ты можешь вот сюда сесть, вытянуть ножки, поставить вот рядом сюда попкорн, смотреть кино, отдыхать. И он, конечно, выдвигается. Вот эта сторона выдвигается. То есть вы можете вот эту штучку выдвинуть вот сюда. И будет все замечательно, комфортно. Он достаточно большой такой диван. Я на таком спал. Он комфортный. Ничего против не имею, кроме цвета. Цвет мне не нравится. На полу, скорее всего, паркет. Я так думаю, что это паркет. Знаете, такие дощечки есть. Но я могу ошибаться. Стул и табуретка для наказаний. Посмотрите, как они удобно, компактно размещаются. Конечно, что мы делаем, дорогие мои, когда видим стул в комнате. Конечно, у каждого из нас сразу возникает желание положить на этот стул свои вещи. Положить халат, положить носки, повесить. Да, то есть сразу хочется на этот стул что-то положить. Вот, пожалуйста, вам сразу его и предоставляют. Есть еще такой офисный формат дивана. Посмотрите на подушечку. Она по цвету подходит под фасон. Поэтому, в принципе, сюда можно положить будет бабушку, если вдруг она вместе с вами будет жить. Но диван, я думаю, из Икеи. Раньше в Икее такие диваны продавали. Такие не особо прочные, но достаточно интересного фасона. Следующая фотография ничем почти не отличается. Мы ее пролистываем. И вот здесь мы видим другой ракурс. Нам заграфируют одну комнату с двух ракурсов, как я полагаю. Ну, слева опять вот этот диван, белая стена, белый потолок. Прям коробка такая. Знаете, я ощущаю себя сейчас в коробке. В спичечном коробочке. И здесь у нас такой журнальный столик с интересными такими вот вещами, вещицами. Я думаю, что это искусственные кактусы, на котором, в принципе, можно разместить телевизор, если вы будете смотреть его. Но так как телевизора здесь нет, шиш вам с маслом, дорогие мои. За эти деньги вы сами себе покупаете телевизор. Знаете, квартира все-таки не для телевизоров создана, а чтобы жить, поживать и добра наживать на этом ковре. Я бы убрал бы ковер по чертям собачьим. Шторки обычные, стандартные, ничего не скажу. Карниз есть. И причем с такой длинной панелью, которая закрывает все эти ниточки и тому подобное. В принципе, карниз и шторки нормально. Топчик, я бы сказал. На диван цвет я бы отсюда убрал этот диван. Ну, а диван бабушки я бы, может быть, оставил, только проиграл как-то с цветами. В принципе, неплохая комната, ничего лишнего нет. Заметьте, что это первая комната, в которой нет шкафов и гардеробов. Вот этих вот советских стенок. Просто диван, диван и журнальный столик. Это хорошо. То есть, есть где разыграться, разгуляться, так сказать. А это вторая комната, дорогие мои. Я же напоминаю, что мы смотрим двухкомнатные квартиры. Двухкомнатные. И здесь замечательно установлена либо двухспалка, либо... Ну, двухспалка, на мой взгляд, интересная. Новая, я думаю, кровать. Не такая старая. Ну, она не выглядит старой, по крайней мере, на фотографии. И матрас такой, да, без каких-то биологических пятен. Но я могу ошибаться. Может, цвет передачи. Вы знаете, так сказать, такая сейчас здесь. Ну, такая вот тумба-юмба. Я все тумбочки, которые выглядят ужасно, называю тумба-юмба на своих обзорах. Поэтому можете обратить внимание, в принципе, сюда есть, куда положить ваш смартфон. А здесь может лежать как раз, не знаю, там, крем для рук, к примеру, да. То есть, здесь куда положить. Справа, снизу вы видите, сейчас я поставлю стрелочку, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Стул для вещей. Вот как раз, о чем я говорил ранее. Когда вы видите стул в комнате, сразу на него хочется что-то положить. Какие-то шмотки свои. Нельзя сидеть на стуле в комнате. Обязательно на стуле должно что-то лежать. Какие-то шмоточки. Вот вам и сюда стул поставили. Полный сервис, дорогие мои. Ковер, который сюда абсолютно не подходит по цвету, как вы видите. Его надо отсюда убирать. Он здесь вообще ни к чему. Если хотите постелить ковер, подберите под цвет хотя бы, ну, штор. Если они у вас коричневые, да. Чтобы был какой-то, ну, чтобы оттенки перекликались как-то. А не просто давай-ка мы в черно-белую квартиру. Тяпнем вот сейчас вот разноцветный ковер. Пусть он притягивает свое внимание. Ковер мне вообще не нравится. Похож на эту игру, знаете, когда нужно руки на круги ставить. Не помню, как называется. Игра. Здесь комод, пожалуйста. Сюда вы можете поставить зеркальце. Подвинуть вот эту табуреточку сюда. И будет у вас такой стол для грима. Косметический столик. Там, где вы будете сидеть, пудрить носик. Стена. На стене у нас абстракция какая-то. Ну, что мы видим, конечно. В углу, в темном углу стоит темный шкаф. Я говорил о такой позиции шкафов в прошлом выпуске. В моем прошлом обзоре. То, что в темном углу люди стараются вот прямо поставить что-то темное. Куда не попадает свет. Дай-ка мы туда и шкаф еще темный. Забацаем. Я бы убрал его отсюда. Он сжирает вообще весь свет. Посмотрите, какой темный угол. Видите? Обратите внимание, он прям темный. Знаете, как будто там тьма просто распространяется. Убрать шкаф и забыть про его существование. Поставьте лучше что-то светленькое туда. Комод какой-нибудь тоже. Не знаю. Здесь стоит у нас еще одна полочка с другой стороны. Куда вы можете поставить еще один свой гаджет. Ну и старое советское такое кресло. С деревянными ручками. Были у кого такие кресла, дорогие меня? У меня были. У меня были кресла с деревянными ручками. Ой, даже прям сейчас ностальгия такая небольшая. Но я бы его выкинул все равно. Окно старое, не пластиковое. На окнах решетки я вижу отсюда. Шторы. Цвет штор мне не нравится. Но сам карниз в принципе неплохой. Карниз, вот эта вот палочка, она закрывает вот эти вот стыки между шторами и всякими нечистями. Поэтому в принципе карниз хороший. Карниз мне нравится. И кровать неплохая. Люстру бы я отсюда вот эту вот, где у меня маркер, убрал бы. Она сюда не подходит. Ну, немного темновато. Может быть из-за того, что погода за окном плохая. Или просто сторона комнаты находится не на солнечной стороне. Грубо так. Грубо так скажу. Следующая комната. Ой, следующая фотография. Другого ракурса показывают нам комнатку. Пожалуйста, да. Здесь четко, уже отчетливо виден. Это диван с деревянными ручками. Кресло, прошу прощения. Кровать. И вон там в углу еще пылесос стоит. И как мы могли забыть про пылесос. И второй шкаф уже с зеркалом в полный рост стоит. Ну, в принципе, он неплохой. Шкаф неплохой. Вот тот в углу нужно убрать. Да? О котором я говорил. Вот этот вот шкаф нужно убрать отсюда. Просто вынести его на помойку. А вот этот оставить. Потому что он все-таки более-менее подходит. Хотя бы по цвету, знаете, по цвету кровати. Вот. Как бы есть какой-то комплект. Да? Чувствуется. Дорогие мои. Ну и, конечно, дверь. На двери тряпочка, наверное. Потому что дверь уже съехала с петель. И она не закрывается на обычный замок. Тяпочку вешают, чтобы вот дверь вот так вот прям... Чтобы никто не пробрался в мою комнату. Скорее всего, она поэтому там и висит. Еще один ракурс комнаты. Но я обсуждать это не буду. Знаете, ощущение, как будто сюда должны сесть ваши подруги и вести собеседу с вами. Беседу с вами вести. Собеседу. Офигасе. У меня новое слово. Вот вы тут вот лежите такая вся, знаете, такая вся растрепанная. Волосы в разные стороны. А вот здесь сидят ваши подруги и пытаются вам что-то доказать. Либо родители. Да когда ты уже встанешь? Хватит лежать. Ты лежебока. Ну прям вообще. Для собеседования прям топчик. Ладно. Это мое чувство юмора глупое. Не слушайте меня. Ванна, дорогие мои. Конечно, нас встречает здесь стиральная машина и какие-то документы. В принципе, стиральная машина это уже хорошо, это уже плюс. Правда. Вот эту бы шторку бы я отсюда убрал, потому что она сюда не подходит. Плитка нормальная. Не скажу ничего. Ванна салатового оттенка такого. Я бы ванну перекрасил бы. Мне не нравится. Ванна салатового, раковина синяя. То есть, все это такое непонятное. Знаете, раковина вообще самая дешевая, которая была. Есть, может быть, со времен постройки, кстати. Раковина я не удивлюсь. Надо будет посмотреть, когда дом построили. Крана в раковине нет, но есть кран, который смотрит прямо на нас. Если вы увидите, да, вот эту пипку, это кран. И кран сейчас как раз повернут в сторону раковины. Вот мне не нравится, когда есть кран один, да, в ванной, допустим. И ты постоянно его крутишь туда-сюда. Ну, так сантехникой ломается, дорогие мои, чаще. Самая дешевая, простая леечка. И нас видят, здесь встречает зеркало вот с такой подставочкой под пасту, под зубные щеточки, да. Ну, зеркало стандартное. Я такие зеркала не люблю. И вообще вот эти вот всякие подставочки, вот эти вот торчащие, да, здесь захламляет как-то. Все. Нет, мне не нравится зеркало. Я бы его поменял, ну и раковину, соответственно, поменял. А, кстати, заметьте, что под ванной-то у нас погреб. Что-то я это пропустил. Под ванной-то погреб, дорогие мои. Еще одна комнатка. Имейте в виду, куда прятать заначку от жены, дорогие мои. Вот там погреб свой. Пожалуйста. Еще дополнительный ракурс ванны. Ну, как я говорил уже, салатовая ванна такая зеленоватого оттенка. Синяя раковина и зеркало, пожалуйста. Вытяжка еще есть вон наверху, если заметите. Ну, ладно, поедем дальше, дорогие мои. Третья фотография ванны. Ощущение, что они сдают ванну, а не квартиру. И с левой стороны, вы заметите, такие есть полочки. Тоже дешевого формата, пластиковые. Мне они не нравятся. Выглядят, как, знаете, в гостевых домах, где-нибудь в Сочи. В каких-то дешевых номерах обычно такие пластиковые полочки ставят, чтобы было куда поставить там рыльно-мыльное. В квартире, мне кажется, это смотрится некрасиво. Унитаз. Нам встаграфировали, конечно же. Унитаз стандарт. У нас всегда в унитазах должны стоять такие вещи, как ведро. Мало ли, вдруг вам станет плохо, вливать на пол все-таки нельзя. В съемной квартире. Есть такая полочка, куда можно складывать что-то. Или это не полочка, отсюда плохо видно. Есть, конечно, швабра. И совок металлический. Обратите внимание, дорогие мои зрители, металлический совок. О, господи. Почему из туалета делают склад, я не могу понять. Это что, единственное место в квартире, куда можно поставить ведро? У вас в ванне есть вот этот погреб. Поставьте ведро в этот погреб. Или вообще куда-нибудь так, чтобы это не было видно. Ну как это? Ну это кошмар. Постоянно в туалете швабра, совок. Как будто вы идете туда не по нужде, а убраться постоянно. Заходите, сразу чувствуя, что надо убраться. Ну и, конечно, шкафчики такие. За этим шкафчиком вся вот эти трубы, вся инфраструктура. Туалет обычно спрятан. Когда сидите на унитазе, сзади вас что-то падает с верхних этажей. Поэтому не бойтесь, если вдруг услышите грохот. Это чья-то какашулечка полетела. Дальше идем и встречаемся с кухней, дорогие мои. Кухонный гарнитур у нас здесь, да? Ну, в принципе, неплохой. Я вижу, что фотографии сделаны панорамного вида. Поэтому шкафы кривые. Поэтому холодильник в такой оси находится. Но не страшно, это я уже привереда такой. Я вижу здесь большое пространство рабочее. Вот это огромный плюс. Мне нравится, когда много пространства для того, чтобы я готовил. Мне нравится. Вот это вот интересно. И здесь тоже, посмотрите, пространство есть, да? Здесь вот маленький кусочек. Раковина на углу, в принципе, неплохая. Достаточно широкая. Он половник. Висит вам половник в подарок, если заселитесь. Не нужно свой половник или что это? Лопатка. Тащите. Ну и, конечно, я ненавижу эти плиты. Вы знаете об этом, если смотрите мои обзоры. Я терпеть не могу длинные плиты. У меня прям перетряхивает. Поэтому я оставлю эту плиту без комментариев. Простите меня. Плитка такая хорошая. Вот здесь плитка, это хорошо на кухне. Ее быстро моют. Быстро моется она, когда, допустим, в жире все, да? Когда, допустим, на кухне обои их сложно мыть. А плитка, это прям топчик. Нет вытяжки, мои дорогие, нет вытяжки. И нет никакого освещения. Обычно вот в таких местах, под полками, да, вешают такие полосочки. Свет, короче, делают, чтобы вы видели, что вы режете. Потому что здесь свет, получается, падает вам в спину, когда вы готовите. И вы можете себе просто пальцы себе порезать. На потолке у нас две лампочки. Третья почему-то не горит. Может быть, просто ее не включили. Ну и ладно. А, ну и также вон дырка, как я полагаю, это дырка вытяжки. Да? Очень интересно. Очень интересно выполнена эта дырка. Знаете, как будто там сейчас птичка выскочит. Или белка захочет орешки. Интересно, конечно, фасон кухни, да, мы видим. Здесь еще один такой у нас формат. У нас здесь появляется картинка стола деревянного. Во мне нравятся деревянные столы. Кто бы что ни говорил, дорогие мои. Смотрите, еще один ракурс кухни. Здесь у нас такой небольшой диван. Дополнительное спальное место, как я полагаю. Если кто-то у вас из друзей набухается, вы знаете, где он может уже прилично бочок и скушать пирожок. Да? Вот здесь может какой-то родственник алкаш у вас остаться в гостях. Не нужно его будет тащить в комнату. Напился и лег поспать. Какие-то картины непонятные. Часы я вижу. Шторка вполне кухонного типа. На окнах жалюзи. Свет попадает, как в каком-то фильме голливудском. Знаете, такой рассеивающий свет. Прям хочется уже снять тут какой-то контент. Мне нравятся деревянные столы. Тут я ничего не скажу против. Табуреточек, стул стоит аккуратненько. Плита. Прям вообще мне не нравится. И наверху на полках какие-то у нас шумбы-юмбы. Это, скорее всего, какие-то талисманы от сглаза. Обычно туда на шкаф кладут что-то такое. Какие-то там самовары. Какие-то там куклы Вуду кладут. Чтобы вот только сглаза не было. Вот, как вам кухня? Пишите. Это была последняя, кстати, фотография, дорогие мои. Мы с вами просмотрели полностью квартиру, унитаз. Посмотрели одну комнату и вторую комнату. Давайте теперь читать, где это находится. Чтобы понимать вообще. 56 тысяч мы будем платить. А жить-то где? Митина, дорогие мои, 5 минут до метро. Ой, посмотрите, совсем близко. На мой взгляд, это прям топчик. Вам идти там 5 минут, действительно. Ой, хорошо. Митина, это хороший район. Хотя я не помню, был я там или нет. По-моему, я там был. Ну, такой прям зеленоватый. Видите? Вокруг одна зелень. Парки всякие. Ну, хороший, наверное, район. Зеленый такой. Квартирия. Две комнаты, 54 квадрата. Первый этаж. Как вы видите. Условия аренды. Нас интересует залог 1 месяц плюс комиссия 50%. Я подсчитаю и появится у вас плашечка, сколько вы должны заплатить на момент заезда. ЖКУ включено. Это замечательно. Ну, счетчики отдельно оплачиваются. Количество костей четверо. Можно с детьми. Нельзя с животными. И курить тоже нельзя. А, смотрите, год постройки 93. О чем я говорил? О раковине, да? С какого она года? Ну, вот 93-го, наверное, раковина такая осталась синяя. Обычно их и устанавливают. Предлагаю вам уютную выводу в комнатную квартиру. Расположен на первом этаже 14-этажного дома. А вот здесь, посмотрите, мои дорогие, установлено 17 этажей. Куда они дели еще три этажа? Мне хочется спросить. Первое, что я спрошу, когда позвоню, где три этажа? Их что, снесли? Или вы хотите обмануть меня и забрать мои деньги? Жилая площадь составляет 32 квадрата. Кухня 10. Ну, замечательно. Окна выходят во двор. То есть, не на трассу, наверное. Да? А, ну да. Обеспечивать тишину и спокойствие. Животными не рассмотрим. Потому что, мало ли, ваша кошечка написает на этот желтый ковер в комнате. Вы будете возмещать достаточно дорогой, так сказать, ущерб. Ущерб. Квартира обставлена необходимой мебелью. Из техники холодильника, стиральная машина. Можно сразу жить. Дом находится в районе развитой инфраструктуры. Огороженный двор. В трех минутах метро. Аренда осуществляется по договору. Объект без обременения. Все документы готовы. Квартира подходит для семьи или нескольких человек. Можно с детьми написать. Это уже хорошо. А приходите на просмотр. Оценивайте преимущества и тому подобное. Ну, как вам квартирка, дорогие мои зрители? Пишите в комментариях. Сняли бы вы эту квартиру за те деньги? Что бы вы переставили? И вообще, как вы смотрите на синей раковины в ванне? Мне было бы интересно послушать ваше мнение. Пишите. А мы пока переходим к последней, третьей квартирке. Дорогие мои, мы подошли к финалу, так сказать. Третья квартира на сегодняшний день двухкомнатная барабанная дробь. Я ее открываю. 60 тысяч рублей в месяц. 48 квадратов. Поменьше, чем предыдущая. Но это девятый этаж девятиэтажечки. То есть, прям вот под крышей вы будете жить. Самое главное, что если будет дождь, что бы вам не накапало на вашей светлой галошке, дорогие мои. Нажимаем на фотографии. Ведь ради них мы сюда и пришли, на мой канал. Что сразу встречается перед нашими глазами? Вот эта замечательная сверху вытяжка. Как вы заметите, да, вытяжка просто огромная. И она, наверное, вытягивает весь жир и распространяет его по всей кухне. Потому что я не вижу от вытяжки никаких труб и тому подобное. Может быть, вытяжки сейчас такие, что все жиры уходят в стену? Тогда я промолчу. Вы видите полный набор кастрюли, гарнитуры. Вот здесь вот мультиварочка есть. На окне у нас стоит кастрюля, в которой можно варить щи, борщ, холодец, так сказать. То есть, вот ноги свиные варить. Прям замечательная кастрюля. Мы такая в детстве была. Еще стоит набор кастрюль. Но прям, смотрите, не квартира, а ходячее кафе. Кухня такая для столовой подходит. Очень много кастрюль. Это хорошо. Это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Плита, которую я терпеть не могу. Не буду на ней останавливаться, дорогие мои. Есть стиральная машина. На стиральной машине находится рабочее пространство. Кошмар. Кошмар, что я могу сказать. То есть, представляете, вы режете салат, кидаете салат в тарелку весь, да? А у вас стираются на этот момент трусы. И вот эта машинка, если вот так вот дергается туда-сюда, то салат автоматически у вас перемешивается в тарелке. С одной стороны, это плюсы. Хорошо. Но с другой стороны, это кошмар. Мне не нравится, когда рабочее место сделано на стиральной машине. И причем, так знаете, доску какую-то положили на нее. И все нормально. И так сойдет. Что там? Какая-то штучка-дрючка здесь непонятная. Не понимаю. И, кстати, от вытяжки идет вот провод. Если вы заметите, я сейчас его подрисую. Вот провод. Он идет куда-то туда. Непонятно. В угол куда-то пустили провод, да? Чтобы он свисал. Его же нельзя повесить над... Обязательно, чтобы он свисал над вот этим вот всем. Есть вода, есть всякое кофе, половинчик. Вон там кусок раковины я отсюда вижу, да? Если вы заметите, еще, значит, шкафчик, где помойное ведро стоит. Ну, и мне интересно, что вот это здесь. А, это полка. Это полочка, дорогие мои. Вот. Вот полочка тут еще, да, какая-то стоит. Тумба-юмба, как я называю. Такие вещи, так сказать. Окна пластиковые. Из окон видно зелень. Это хорошо. Не трасса какая-то, не МКАД, а зелень. Хотя у МКАДа тоже бывает зелень. Ну, ладно. Кусок стола мы обсудим чуть попозже. Да, вот именно здесь мы и обсудим этот кусок стола. Стол современный, серенький достаточно. Вот табуреточки стоят. Кофебарка стоит, чайник стоит. Ну, конечно, наше внимание, сразу, да, к нам во внимание попадает вот этот замечательный, огромный холодильник. Холодильник «Союз», как я полагаю, да? Старый холодильничек такой. И куча, куча, большая, куча, огромные шкафов. Вы знаете, что шкафы на кухне – это хорошее, да? Хорошее, так сказать, решение хорошее для того, чтобы прятать все кастрюли. У нас их уже много, но на подоконнике уже кастрюли не помещаются. Нужно их куда-то складывать. Давайте сделаем из кухни склад небольшой, да? Еще сюда, наверное, и вещи свои повесим. Наверное, скорее всего, там что-то действительно лежит. Обувь зимняя или куртка какая-нибудь. Но это кошмар, ребят. Кошмар. Здесь захламлено пространство. Это нужно все выкидывать. Вы представляете, сколько места просто вот в никуда. Вот просто в никуда. Большая кухня. Можно сделать тут что-то грамотное, но нет. Давайте мы расставим все в шкафах. Поставим прям посидине огромный холодильник, который будет мешать нам, чтобы мы зашли в кухню. Это кошмар. Так, нельзя. Нельзя делать из кухни вот этот вот склад. Там вообще в углу стоит тумбочка. На тумбочке микроволновка. Там розетка из розетки. Розетка идет куда-то туда. Кстати, еще и маленькая плазма стоит. И куча всяких фотографий, иконы и тому подобное. Кошмар. Мне не нравится. А, ну и кстати, конечно же, наверху самовар, дорогие мои. Само-самовар, о чем я говорил ранее. Это вот все, что можно поставить туда наверх. Давайте туда и поставим. Еще какая-то кукла Вуду там стоит, да? А, нет, это какой-то сосуд. Сосуд. Чайник. Ну, от сглаза, как я полагаю. И желтая такая, она встречает здесь люстра. Вообще не в тему. Ужас. Ужас, кошмар. Кошмар, ужас. Вот это вот специально, чтобы я ночью, когда пошел пить сок из холодильника, наступил ногой, да? И меня замкнуло. Мне не нравится. Мне кухня не нравится. О, вы глядите. Какое интересное решение данного лота, дорогие мои. Это комната. И мы видим сразу паркет. Это паркет. Я жил на таком паркете 5 лет. Он со временем приклеивается, вот эти досечки к вашей ноге. И вы потихонечку его, так сказать, потом собираете, как лего. Паркет. Справа стоит у нас стол и стул. И два таких кресла интересного фасона. Достаточно, знаете, я чувствую себя уже где-то в Италии. Как будто я сижу около какого-то кафе, наслаждаюсь коктейлем и смотрю на солнышко. Прямо что-то такое, да, есть. В углу стоит трильяж советский. И книжный шкаф. Это никуда не деть. Это не выкинуть. Это нельзя утилизировать, потому что это история. Это история, дорогие мои, которая копит не только воспоминания, пыль и грязь. Почему бы мне не оставить весь хлам и салатницы, и вазы на этом трильяже, дорогие мои? Если вы еще не понимаете, трильяжи можно оставить. Их можно вдохновить в них новую жизнь. Вдохнуть в них новую жизнь. Как-то покрасить, обделать. Делать современный трильяж можно. Но когда он остается вот в таком формате, в таких низких потолках, и плюс еще выглядит ужасно. Ну, их надо убирать, дорогие мои. Они должны быть под стиль квартиры, на мой взгляд. Трильяжи всякие и шкафы. Стоит стул для наказания старая. Где-то вот так сходить, да. Господи, батарея старая. Не заменяют старые окна, как я вижу. Выходят окна на балкон. На балконе еще какая-то такая желтая тряпочка висит от солнышка. Здесь нас встречает какая-то иллюстрация, какая-то книга. А здесь, в принципе, вот где вы будете спать, дорогие мои, диван и ковролин. Ковролин, вот ковер такой, он постелен именно там, где вы будете ножками вставать после пробуждения. Это балкон. Как мы видим, здесь у нас рабочая поверхность, рабочий стол. Скорее всего, здесь маринуют огурцы на зиму. Потому что прям все для этого есть, да. Табуреточка есть. Вот такой вот. Пластиковое, кстати, окно. Посмотрите на балконе. Это хорошо. Какой контраст? С правой стороны у нас окна современные. Я шучу, конечно. Окна со времен постройки. А с левой стороны уже пластиковые. Вот такой контраст, дорогие мои. На полу у нас есть какой-то ковер. Кусок такой ковра. Не до конца ковер, да. Не до табуретки. Ну, не страшно. Сверху у нас есть место, где сушить вещи. Сушилок же не существует в 24-м году. А еще также у нас освещается балкон двумя такими вот лампочками. Чтобы выйти и посидеть, так сказать, понежиться. Вечерком почувствовать себя на фазенде какой-то, наверное, да. Ну, и также мы видим здесь какие-то крючки. Скорее всего, это на тот момент, если кто-то будет сушить рыбу, вешать, да, на солнышко. С другого ракурса сфоткана нам комната. Диванчик достаточно компактный, можно сказать, полуторно спальный. Обои менять мне они не нравятся. И еще у нас, смотрите, какая радость стоит. Вот здесь у нас пылесос. Здесь у нас стул. Коробки какие-то непонятные с подобуви, что ли. И еще у нас здесь шкаф. А на шкафу у нас еще куча всего. Вы гляньте. Ну, просто не квартира, а ходячий склад антиквариата. Ребят, конечно, куда деть телевизор, как не поставить его на шкаф. Тем более на такой красивый коричневый шкаф. Кошмар. Ой, слушайте, смотрю, да, и не вижу. Вы мне ничего не пишите. Там же второй холодильник стоит. Господи, ты боже мой. Два холодильника. Ну, правильно, двухкомнатная квартира, два холодильника. Почему бы и нет? Люстра похожа на кегли из боулинга. Поехали дальше, дорогие мои. О, угол, так сказать, балкона выходит на зелень. И какая-то палка-деревялка стоит. Или что-то непонятное. Окна еще остались с наклейками от производителя. Почему бы не оставить на память. Но интересно. То есть как-то вот сбоку, получается, открывается окно балкона. Интересно. Вторая комната, дорогие мои. Не будем останавливаться на достигнутом, так сказать, и продолжим наш обзор. Нас встречает Тахта. Тахта, дорогие мои. Посмотрите, какого она фасона. Сто лет не видел Тахту. Ну вот вы понимаете, да, где будет спать ваш ребенок или ваша сестра, брат. Не знаю, с кем вы там будете жить в двухкомнатной квартире. Сначала нужно, конечно, купить матрас. Но так как его здесь нет, вы будете спать на деревяшке, укрытой каким-то, я не знаю, что это, ковер для ванны. Я не знаю, что это такое, я даже не представляю, что это такое. Ну, короче, половик какой-то, вы на нем будете спать. Подушки нет, привозите свою. Но зато здесь есть вот такой монитор, рабочее пространство компьютерное. Если вы работаете на удаленке, идеально подходит вариант для вашего офиса. Да, поспали на деревяшечке, встали и поехали дальше. В принципе, на деревяшечке очень важно спать, у кого проблемы со спиной, к примеру. Может быть, это даже плюс для вас. Я не знаю, дорогие мои. Ну, и здесь висит полочка, на полочке висит освежитель для воздуха. Скорее всего, это намек, что в комнате чем-то попахивает. Ничего не могу сказать, не чувствую через камеру запах. Старое окно, да, или нет? А, нет, пластиковое окно, посмотрите, тоже с видом на зелень. Ну, вид, конечно, подкупает, вид подкупает. Карнизы тут я не вижу, штор тоже, висят какие-то там прищепчики. Кошмар. О чем я говорил, дорогие мои, если вы давно меня смотрите? Что в темный угол нужно поставить темный шкаф. Это прям девиз всех квартир, дорогие мои. Вы видите вот этот шкаф-гроб, как я его часто называю, да? Он зеркалит нам окно замечательно. Но он не придает нам дополнительного ощущения, что квартира как будто больше становится. Зеркала придают ощущение, что квартира шире. Но когда просто стоит темный шкаф-гроб в углу и забирает все, посмотрите, даже над ним тень есть. Тень. Негативная тень, ребят. Ну это кошмар убрать, выкинуть. Вообще забудьте про эти шкафы, господи. Нет. Это кошмар убрать, выкинуть и больше не возводить такое. Господи. Люстра с одной лампочкой. Ильича. Но вокруг зато хрусталь висит. Такие висюльчики, да? Ну, шикуем, как говорится. Также с правой стороны у нас два стула и пакет с мусором. Зеленые интересные такие обои. Можно было их обыграть как-то. Возможно. Ой, ну выкидывать надо отсюда. Все, господи. Ну и пол. Конечно, пол это паркет, наверное, деревянный, обшарпанный весь со времен Великой Революции. Ну, здесь надо класть ковролин на всю комнату. Тогда, может быть, он спасет. И ковролин должен быть светлый. Потому что солнечная сторона. Вы встаете, просыпаетесь и свежо, и комфортненько. А тут просыпаться просто почти негде. Тут тахта, так сказать, дорогие мои. Ракурс с другой стороны. Посмотрите, как все компактненько, удобненько. Кремлевские часы. Книги, безусловно, да. Какая-то плашка темная, непонятная. И здесь мы уже четче видим полы, дорогие мои. Полы действительно ощущение, знаете, что их шкаблили чем-то. Подтирали чем-то. Но это кошмар. Ну, еще один ракурс этой комнаты уже со стороны окна. Еще один пакет с мусором. Что тут еще, господи. Какая-то полочка непонятная прибитая. Просто посередине стены. Бра висит. И причем она висит так, чтобы сидеть около нее. Около вот этой вот тумбы. И читать. Почему бра там? Наверное, скорее всего, там была кровать. Но они вот оставили фасон. Ой, господи. Знаете, я смотрю, когда квартира, я пытаюсь сопоставить. Вообще, какой-то конструктор, так вот сказать. Понять, почему все-таки люди решаются на такие вот эксперименты. И, конечно, дверь выходит в коридор, а там у нас ждет уже какие-то ремонтные работы. Это коридор. Входная дверь, да. Мы видим такой замочек интересный. Круглое зеркало, как в фильме «Звонок». Те, кто не смотрел ужасы, меня не поймут. Интересно то, что зеркало сделано под фасон стен. Да? Какая-то одна есть стилистика. Интересно, ничего не скажу. Есть тумбочка фиолетовая такая, бордовая, не знаю. Непонятная, честно скажу. Под ней лежит какой-то провод. И с правой стороны куча-куча шкафов. Нет, надо все переделать, ребят. Так как вы входите, свет сюда попадает только, когда, если дверь открыта в комнату. А так получается темно. Поэтому нужно как-то обыгрывать. Обыгрывать надо это все. Мне не нравится, абсолютно. А это что такое? А, это продолжение большой комнаты, так сказать. Возвращение, так сказать, большую комнату. Возвращение. Камбэк. Да, мы видим вот еще какой-то шкаф с правой стороны. Господи, боже мой. Какой-то плакат какого-то певца. Ну и ванна. Ванна, раковина, под раковиной труба. Раковина с времен постройки, я думаю. Опять, да? Кран и туда, и сюда. Это я не говорю, что это плохо. Просто, на мой взгляд, если есть раковина, вы поставьте вы гарнитуру для раковины отдельно. И отдельно у вас кран ванную, да? Вот это вот крутить туда-сюда. Ну, блин, ну, ребят, ну это прошлый век. Плитка интересная, но она почему-то не до конца. Не до конца. Шторка тоже ничего, неплохая, ничего про шторку не скажу. Зеркало мне не нравится. Полочка под зеркалом, в принципе, неплохо смотрится. Стеклянная, но я бы ее отсюда убрал. Ничего не скажу. Стандартная, обычная ванна, дорогие мои. И унитаз фотографирован, на нем есть освежители. Прямо что-то со освежителями здесь, да? В комнате освежители, в туалете освежители. Что-то здесь нечисто, дорогие мои. Бумага туалетная стоит на бачке. Значит, самого вот этой штучки, где вешается туалетная бумага, нету. Возможно. Полка. Ой, не полка, а дверь, за которой прячутся всякие трубы. Это была последняя фотография, дорогие мои. Наконец-то. 13 фотографий. Итак, посмотрим. Это метро Домодедовская. 16-20 минут, дорогие мои. Это метро. Вот метро находится. А вот здесь у нас квартирка. Ну, идти, да, прилично, так сказал бы я. 16-20 минут. Двухкомнатная квартира, 48 квадратов, 9 этаж. Условия аренды. Залог 1 месяц. И еще комиссия 50%. Я посчитаю, и плашечка появится, сколько вы должны заплатить, чтобы сюда заехать. ЖКУ включены в платеж. Замечательно. Можно с детьми, но с животными нельзя. Рассмотрят всех. Рассмотрят всех, но паспорт РФ. Это как? Рассмотрим всех, но паспорт РФ. Опять. Опять вот эти вот... Мне не нравится. Мне не нравится, когда условия построены на нации. Условия построены на каких-то шаблонах, стереотипах. Люди все разные. Разные. Рассмотрим всех, мне нравится, но паспорт РФ мне не особо нравится, честно скажу. На длительный срок комиссии 50% она уже указана. До метро 5 минут на автобусе. Ну, либо 20 минут пешком. Панельный дом, этаж 9. 9 этажей. Какой дом постройки, непонятно. Ну, в принципе, это уже, дорогие мои, не важно. Мы закончили обзор третьей квартиры. Пишите в комментариях, как вам вот такой лот. Дорогие зрители, это был очередной обзор на двухкомнатные квартиры в Москве. Пишите комментарии, делитесь своим мнением. Как вы думаете, можно ли брать такую сумму денег за те варианты квартир, которые мы сегодня увидели? Или все-таки они этих денег не стоят, эти варианты? Делитесь своими историями, какие квартиры вы снимали и сколько за них платили. Мне будет интересно почитать. Ну и подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok